Медия Сошлюсь на его последнее интервью из журнала Playboy, где он четко и недвусмысленно сказал о том, что ситуация сегодня меняется и нужно быть гибкими, очень пластичными, потому что меняются сегодня фундаментальные представления о сущном, философские представления, теории. Поэтому наши попытки отнестись к теории медиа, они очевидны, они сегодня стали очень актуальными и мы можем теперь уже довольно четко обозначить, что мы определились в новой для нас концепции теория всеобщих медиа. Подчеркиваю слово всеобщих, потому что эта теория возвращает нас к концепту медиа широкому, многогранному, а не зауженному, как мы понимаем его в последнее время, связанного со средствами массовой коммуникации. Вообще, на самом деле, как я понимаю, исследователи в области медиа, журналисты в некотором смысле присвоили себе этот термин и практически в результате размылись понятия медиа, масс-медиа, одно накрыло другое. И в результате вне поля зрения исследователей остался колоссальный корпус различных проявлений немассовых коммуникаций, то, о чем сегодня очень многие говорят. Вот лингвистический анализ самого термина дает нам веер, такое разнообразие толкований, это различные сферы, отрасли жизнедеятельности человека, вы их видите на экране, и это еще раз подчеркивает широкое толкование медиа. Мы сделали, разработали довольно подробную классификацию медиа, не буду сейчас на это тратить время, скажу про самое, наверное, существенное понимание медиа, как то, что появилось вместе с радиотелевидением, интернетом, это очень ограниченное понимание. Медиа возникли тогда, когда у человека появилась потребность в коммуникации. И среди разных категорий медиа мы выделили искусственные, естественные и смешанные. И сейчас я прибегну к приему визуализации для того, чтобы нам очень быстро и ярко увидеть сущность теории всеобщих медиа. Потому что выступая в разных аудиториях, когда я начинаю об этом говорить, у людей такое изумление. Вот смотрите, архитектура как вид медиа, мы все с вами считываем эту информацию, кто более профессионально, кто менее профессионально. Студентам говорю, мы с вами все сегодня медиа-инвалиды, смотрим, но не видим, слушаем, но не слышим. У нас как-то каналы восприятия информации забиты. Вот, например, книга «Как вид медиа» – один из древнейших способов передачи информации. И это тоже вид медиа. Здесь можно шутить и задавать всякие разные вопросы, тем не менее. Это тоже сигналы, которые можно расшифровывать, интерпретировать. Географический ландшафт, по которому мы можем считывать информацию и понимать те процессы, которые происходили миллионы лет назад. Ну вот это смешанный вид медиа-контейнера с информацией. Прикрепляем голубью и получаем трансляцию информации. Одним словом, спектр проявлений медийности просто безграничный. И в этом случае мне всегда задают вопрос, а где же границы научности? Это тогда получается, что медиа – это все? Ну, на этот вопрос всегда сразу же опережая, отвечаю. Дело не в том, что все, а дело в том, что медиа – это все, что находится между предметами и явлениями. Между людьми, между людьми и машинами. Между. Это средства, еще раз подчеркиваю. Ну и вот еще одна иллюстрация. Это как силы гравитации. Здесь, как вы видите, дело не в журналистике совсем. Вообще медиаобразование не про журналистику. И акцент на журналистике, когда делается, то тогда мы очень сужаем пространство для исследований и фактически вводим в заблуждение. При переводе мы очень часто сталкиваемся с этой проблемой, когда переводчики Яндекс и Гугл дают нам СМИ вместо медиа, и все, содержание искажается до неузнаваемости. И это, кстати сказать, серьезная проблема. Это вот трактовки медиа, чтобы было понятно, что такое медийно-информационная грамотность. Ну вот такое очень короткое определение. Открытое множество средств массовой и немассовой, вербальной и невербальной коммуникации. И медиа, очень важно, они не где-то лежат или стоят, или покоятся. Они только возникают в результате коммуникации. Если коммуникация не состоялась, то и медиа нет. И еще один важный момент, особенность медиа, они всегда трансформируют информацию. Можно сказать, трансформируют, деформируют, искажают, что угодно. Они по-другому не могут жить. Это их типологическая черта. Поэтому, когда журналистов ругают за то, что они что-то там пишут не так, и не то правду говорят, а они по-другому не могут. Они всегда транслируют какую-то, чью-то, либо свою точку зрения. И это всегда иная информация по сравнению с той, которую как бы мы считаем объективной. Поэтому медиа – это их черта основополагающая. Они всегда искажают информацию. И что бы мы тут ни говорили, что бы ни делали. Теперь про медиаобразование и медийно-информационную грамотность. Вот в связи с теми процессами, которые сейчас в мире происходят, возникает ощущение девальвации очень многих понятий, очень многих ценностей. Вот основополагающие, фундаментальные основы медиаобразования – это демократические ценности. Вообще медиаобразование возникло в Европе, поэтому в нем очень много демократических ценностей. Это и свобода слова, свобода самовыражения, это и свободы права на коммуникацию. Но сегодня совершенно отчетливо возникает вот этот внутренний диссонанс, когда мы как мантру повторяем все эти концепты, но в жизни мы видим совсем другое. Когда у нас свобода слова оборачивается тюремными сроками, когда у нас свобода на коммуникацию тоже оборачивается задержаниями. И очень многие процессы, которые сегодня происходят, они говорят о том, что демократические ценности либо ошельмованы сегодня, либо разгромлены. И сама по себе демократическая либеральная идея, вот мы много говорим об этом, закат ли ее, либо она через какое-то время в новом своем качестве появится. Но сегодня диссонанс совершенно очевидный. Когда за участие в митинге студентов отчисляют из университетов, это реальный факт. Вот на этом фоне говорить о медиаобразовании как инструменте для выражения своей позиции, свободного выражения довольно сложно. Кроме этого, из серии вот таких проблемных, противоречивых явлений можно сказать о концепции анализа и оценки информации. Это компетентность, которая вырабатывается в результате медийно-информационной грамотности. Но сегодня, когда мы говорим об анализе и оценке информации, вот я привожу тут несколько формулировок компетенции. Наличие общего представления о глобальных проблемах и интересах международных компаний, умение распознавать истинные цели создателя контента, умение отличать качественную информацию от некачественной, про фейковые новости. И здесь снова еще один непривычный для нас вызов. Сегодня на самом деле понятие информации трансформируется до такой степени, что из него вымывается самая его сущность информационности. Сегодня уже некоторое время назад четверть населения, сегодня уже треть населения нашей страны по результатам исследовательской группы Циркон знают, что информация, которую транслируют массовые медиа, недостоверная, но проверять ее не будут. Вообще на самом деле все технологии проверки информации, там из разных источников экспертов посмотреть, первый источник найти и так далее, они есть эти инструменты, но ими могут пользоваться только профессионалы. Простой гражданин, конечно же, не будет проверять таким образом информацию, он вообще просто ее не проверяет, ему это не нужно. И сегодня ценность достоверной информации практически утрачена. Не случайно мы сегодня говорим о кризисе понятия «правда», появился термин «постправда» и так далее. Возникает совершенно необычная ситуация, когда обыватель оказывается один на один с потоком искаженной информации, и он уже не собирается и не будет разбираться, где правда, где ложь, он просто уходит в свой так называемый информационный пузырь, где он генерирует свою собственную информацию, и там живет. Поэтому информационные повестки дня, те, которые транслируются государственными средствами информации, и те, которые формируются самим гражданином, это как две вселенные. Поэтому иногда просто отраберет, для кого вещают, потому что у обывателя вообще совершенно свое представление о мире, и он живет в своем параллельном каком-то измерении. Несколько, хотя бы пару слов скажу об особенностях того поколения, с которым мы сегодня сталкиваемся. Мы очень много говорим о возможности управлять процессами, но сегодня сформировано поколение, мы вот ругаем его за то, что там сформировалось клиповое мышление, за то, что они постоянно находятся в социальных сетях. У этого поколения сформировался совершенно другой тип мышления, который пока еще даже измерить очень трудно. Сетевое мышление. Мышление, которое вообще не воспринимает никакие формы управления. В сети нет узлов управления, там активности возникают локально, они одномоментно возникли, через какое-то время эта активность может прекратиться, и центр псевдоуправления может появиться в другом месте. В сети нет авторитетов, в сети нет той иерархии, к которой мы привыкли. Поэтому сегодня на арену выходит поколение, которое вообще не принимает иерархические системы управления. Не случайно сегодня на самом высоком уровне говорят о кризисе управляемости. И нам с вами с этим, конечно, придется жить. Ну и вот тоже очень коротко. Какие политические условия нужно создать, чтобы помогать конкурирующим ценностным системам понимать друг друга? Потому что сегодня проблема коммуникации, наверное, становится самой важной. Важнее экономики, важнее каких-то политических идей, проблема коммуникации выходит на первый план. И, конечно же, первое – это должно быть признание всеми игроками на мировой арене того, что каждый вправе руководствоваться собственными ценностными представлениями. Это трудно, это сложно. Для нас, сформировавшихся в традиционной иерархической системе, в системе, где мы все время находимся в дихотомии. Правые, левые, восток, запад, биполярный мир. Мы все время раздираемы вот этими дихотомическими конфликтами. Сегодня, как мне кажется, наступает время, когда нам нужно из того далекого будущего думать о том, что мир должен поменяться. И вот эта двойственность, она должна отступить, потому что сегодня мы все постоянно говорим о том многообразии, которое нас окружает. Второй момент – это, конечно, образование и просвещение. Это краеугольный камень. Но образование сегодня должно меняться кардинально, потому что существующее образование построено на той же иерархической модели. Я знаю, я тебя буду учить. Все время позиция сильного и слабого, доминирующая. Ну и третье – это конкуренция ценностных систем должна смениться их сближением. Вот этот глобальный перевод. Эти политические условия могут и должны базироваться на медийно-информационной грамотности. И сейчас я вам просто, может быть, одним слайдом покажу нашу российскую дорожную карту медийно-информационной грамотности, которую мы разработали в нашем университете и нашей кафедре ЮНЕСКО. Она построена на девяти шагах с помощью проблемных вопросов. Что и зачем мне нужно в этой жизни? Зачем? Кстати, это самый главный медиаобразовательный вопрос. Вообще, зачем мне это нужно? Где и как это можно получить, как с этим работать и так далее. До девятого шага, что может произойти потом. Вот с желтым цветом я выделила три шага, на которых прямо очень коротко остановлюсь. Вот смотрите, актуальный запрос, который сегодня существует. Запрос на новую этику, на новую ответственность, на очень высокий уровень ответственности. В структуре медийно-информационной грамотности есть инструменты, которые помогают формировать эту ответственность. Что это значит? Это значит, у нас формируется целостное представление о медиа. О том, что их много, они разные, они все несут информацию, при этом информация видоизменяется, и ты ответственен за то, чтобы выбрать ту информацию, которая не навредит ни тебе, ни другим. Понимание того, как медиа трансформирует передаваемую информацию, и почему они это делают. И умение распознавать истинные цели создателя контента. В медийно-информационной грамотности мы постоянно говорим об осознанности и об ответственном поведении. На эти качества сегодня поступает запрос извне. Далее. Более естественным состоянием международных отношений становится анархия. Мы все время об этом говорим. Хаос и анархия. Действия, которые одно противоречат другому. Время, когда мы логически, вот как в аналоговой системе, как мы постепенно от странички к страничке читали книгу, как мы принимали решения, выстраивали какой-то проект, когда мы были предсказуемы, нам так хочется быть предсказуемыми, и чтобы вокруг все было предсказуемым. Но исследователи, ученые, мы постоянно сталкиваемся с ситуацией неопределенности, хаоса и ситуацией, когда из огромного количества предложений нужно выбирать какие-то решения. И медийно-информационная грамотность опять-таки может ответить на эти запросы. Это умение критически оценивать полученную информацию, владение навыками верификации информации, понимание алгоритмов работы информационных систем. Я думаю, что известны вам такие понятия, как эхокамера, когда человек оказывается фактически в сгенерированной самим собой информации и практически оказывается изолированным от окружающего мира. И умение контролировать свое медиаповедение, соблюдать информационную гигиену. И последний актуальный запрос. Новый мир выдвигает принципиально новые требования для выживания человечества и формирует запрос на новую этику ответственного поведения. Вначале мы об этом говорили. И вот снова опять-таки медийно-информационная грамотность, она позволяет спрогнозировать, а какие последствия будут в результате моего медиаповедения. Ну, любая теория, она хороша только тогда, когда она может прогнозировать дальнейшие последствия. И вот медийно-информационная грамотность нам здесь в этом помогает. Умение прогнозировать события, которые могут произойти в результате определенных действий. Что произойдет с твоим медиа-имиджем, когда ты выкладываешь там про себя, чего только не лень и всякое-всякое, не буду останавливаться на этом. Умение предотвратить негативные последствия медиа-активности и способствовать позитивному развитию событий. И последние два слайда уже совсем практического характера. В нашем университете, в Московском педагогическом государственном университете, мы разработали ряд дисциплин медийно-информационного характера. Вот я даю их перечень. Основы медиа-образования – это для бакалавров, остальные дисциплины – для магистрантов. У нас разработаны пять магистрских программ. Титульная программа – медиа-образование. Такая флагманская у нас. Уже несколько лет мы выпускаем специалистов в области медиа-образования. Медийно-информационная грамотность. Новая программа – медиа-образование в сфере межнациональных отношений. Бешеной популярностью в прошлом году пользовалось медиа-образование в библиотечной сфере. И в этом году мы открыли медиабезопасность личности в цифровую эпоху. Если кому-то эта проблематика интересна, мы готовы делиться программами, рабочими программами, учебными планами, разработками, открытые. Так что я с удовольствием готова коллегам это предоставить. Спасибо. Спасибо. И у нас есть возможность задать несколько вопросов. Можно я воспользуюсь своим правом и задам первый вопрос? Если медиа – это всегда искажение информации, с чем, безусловно, невозможно вообще спорить, то что тогда в этой ситуации постправда и что такое фейк, если без искажения информация у нас не проходит? Вообще, на самом деле, информация искажалась и искажается всегда. Мы только в последнее время стали об этом больше говорить в связи с политическими событиями. Некоторые говорят о том, что фейковые новости – это результат работы политиков. Есть такие зловредные компании, которые сидят в каких-то секретных местах и создают этот контент, комментируют, либо посты готовят специальные. На самом деле, политики только воспользовались теми техническими возможностями, которые появились в последнее время. А эти технологии сегодня, мы находимся сейчас в состоянии, знаете, детской болезни технологизации. Технологии, которые позволяют настолько видоизменить информацию, что ты и не разберешься, это правда или ложь, когда лидеры государства говорят своим собственным голосом, но транслируют совершенно не то, что следовало бы. Поэтому сегодня просто очень нудно стало говорить про фейковые новости. Я всегда против того, когда мы так наваливаемся дружно на что-то одно и забалтываем явления. Нужно просто разбираться, а как сегодня вообще человеку в этой ситуации жить, потому что мы все живем в среде фейковых новостей, все ежедневно, ежечасно, и теперь мы не там ищем. Мы вот все время, я как мягко говорю, медиаобразованцы, мы должны обучать людей проверять информацию. Я говорю, мы не там ищем, они не будут ничего проверять. Нужно думать, как человеку вообще в этой ситуации жить, как выстраивать какую-то свою, что ли, линию поведения. Пока ответа на этот вопрос нет. Но без конца пытаться сделать то, что реально не делается, явно, что мы делаем что-то не то. Поэтому с фейковыми новостями, все-таки я полагаю, что здесь нужно основываться на своем каком-то чутье, на своей интуиции и формировать вот общее представление о том, что мир сложнее, чем нам кажется. Спасибо. Пожалуйста, вот еще один вопрос. Короткий вопрос будет, просто согласны или нет. То есть, поскольку тоже я этой темой занимался очень много, я вот считаю, что с фейковыми новостями нет смысла бороться, и невозможно в условиях переизбытка информации. Вопрос в чем? То есть, может быть, вот, просто развивать критическое мышление. Есть такой автор, Насим Талиб, в «Черном лебеде» написал, чем меньше вы читаете газет, тем лучше, потому что очень много информационного шума. Спорная позиция, конечно же, но иногда же много не значит нам это хорошо. То есть, лучше меньше, но обдуманно. Просто работать над критическим умом, вместо того, чтобы… Просто мыслить, мыслить, потому что мы критическое мышление часто понимаем как какое-то критиканство, а на самом деле это просто умение мыслить, размышлять, рефлексировать. К сожалению, в России критическим мышлением мало кто занимается, а еще есть такое понятие, как критическая автономия, то это вообще для нас как до Луны. Субтитры создавал DimaTorzok